Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас в гостях Сергей Ветро, главный редактор газеты «Украинский выбор» и газеты «Образование страны», кандидат технических наук. Здравствуйте, Сергей! Рады приветствовать вас в нашей студии. Сегодня хотелось бы с вами поговорить о науке. На днях президент НАНУ Украины Борис Патон заявил, что из-за бюджетного недофинансирования Академии было признано необходимым ликвидировать более 10 научных учреждений, из которых деятельность шести уже прекращена. Ну, как бы не обошлось здесь и без сокращения штата. Я бы хотела, чтобы вы ответили на вопрос. Можно это считать, что сейчас происходит системное уничтожение украинской науки? Ну, наверное, впрямую, может быть, так говорить не стоит. Если системное уничтожение, это кто-то сел, наметил план уничтожения науки, начинаю системно, планомерно ее уничтожать. Хочется верить, что нет таких планов у нашего правительства, у нашего государства сознательно это делать. Хотя начинаешь сомневаться, чем дальше, тем больше. Как говорила Марина Цветаева, чем больше узнаю людей, тем больше люблю деревья. Ну, а о науке. Вы знаете, я перед нашей встречей позвонил своему знакомому, директору одного из институтов Национальной Академии наук. И просто мой приятель, доктор наук, действительно член Академии национальных наук Украины, спросил, как сейчас с финансированием. На что он сразу мне ответил. Ну, если нельзя употреблять, значит, нецензурные выражения, тогда я лучше промолчу. Собственно, на этом можно было и закончить нашу такую беседу, исчерпывающий ответ. Ну, естественно, он дал более подробный ответ. Примерно в 30 раз уменьшилось за годы нашей независимости финансирование науки. Это так, средняя цифра. Дальше. В этом году бюджет, выделенный правительством на всю Национальную Академию наук, составляет 61 миллион долларов. Казалось бы, миллионы долларов. Но это бюджет примерно одного европейского исследовательского института. У нас же в стране 181 институт. Вот представьте, это значит, как размазать, не знаю, там 20 грамм масла в армии выдают, 20 грамм масла ежедневно на всю роту, на весь полк. Что каждому достанется, и что тогда, как это будет воевать такая армия. То есть, бюджет одного института европейского, вот мы в Европу, вот наша ориентира, у нас 181 институт. И зарплата ведущего инженера, например, в научно-исследовательском институте, она равна или даже меньше зарплаты уборщицы. То есть, по той сетке, по той категории, которую я должен платить, и вот у меня ведущий инженер получает даже меньше, чем получает уборщица. Вот как бы такая у нас, может уборщицы у нас там кухаркой управляли государством, наверное, уборщицы у нас будут заниматься наукой. Многие институты, опять же, с его слов, переходят на неполный рабочий день, неполную неделю. В некоторых институтах одна неделя вообще свободная объявлена, то есть ты не получаешь, естественно, зарплату. Это неполная заработная плата. И не ходишь на работу, потому что, понятно, соответственно, это все отражается. Понятно, что ученые думают всегда, их нельзя остановить мысль, но вот примерно такая ситуация. Но, отвечая на ваш вопрос, я думаю, что уничтожается не наука, уничтожается государство. А наука – это часть государства, это очень важный фактор развития государства. Без науки государство, особенно сейчас, в 21 веке, существовать, развиваться не может. Поэтому мы скатываемся на последние места в мировых рейтингах. По всем позициям, по уровню жизни мы, по-моему, 191 страна в мире. Была пятая в Европе на пятом месте, сейчас мы 191 в мире. Вот такие показатели, вот такие результаты. Ну вот радуешься, когда слышишь от нашего правительства, что мы стали жить лучше, и у нас идут реформы, и все как бы замечательно. Наука, которая всегда исследует истину, говорит с точностью да наоборот. Наука говорит о том, что у нас, мягко говоря, далеко не так. Ну почему все-таки так происходит раньше, вот не так много времени назад, наука, развитие наука была в приоритете в государстве? Почему сегодня не так? Ну, государство бедное. В силу того, что у нас фактически не развивается государство. Мы живем в долг. Мы просим у Европы деньги, у Международного валютного фонда. Поэтому Международный валютный фонд устанавливает нам требования фактически. У нас внешнее управление об этом много пишут и говорят. Это как бы секрет Поли Шинеля. Потому что если ты просишь деньги, то ты должен выполнять условия. Там пенсионная реформа, уменьшение финансирования на социальные различные программы. Это условия. Не берите в долг, и тогда вы будете сами определять. Но как бы не брать долг, если нет денег, в бюджете нет денег. Почему нет денег? Нет, промышленность, предприятие закрывается, наука. А что есть наука? Это то, что питает промышленность, то, что питает производство, то, что дает идеи, на которых можно зарабатывать. Сейчас зарабатывают не на объемах металла, хотя это тоже имеет вес. А на идеях, на инвестициях, на том новом, что можно предложить миру, и за это тебе заплатят. И сейчас лидируют те государства, которые кладут именно в образование и в науку. Это тоже известный факт. И чем больше мы будем отставать, и мы будем не 191 в мире, я не знаю, сколько там государств, да, около 200, если там последняя строчка. Ну и что? Как мы себя ощущаем? Мы проедаем то, что было за нами наработано и при советское время, и какие-то годы, понятно, работало еще по инерции, да, продолжало все это развиваться. Это тот запас, который у нас в кладовочке, это как баночки с вареньем, да, там с какой-то заготовкой, но они же заканчиваются. И что будет дальше? Ну, это не секрет, что украинские ученые востребованы во всем мире. Ну, мы всегда были очень талантливая земля, и все это есть и будет, это земля, да, то есть вот народ, это культура, это многовековая история, славянская научная школа, одна из лучших в мире, конечно. Да, так вот, если, исходя из того, что увольняют сотрудников, сокращают заработные платы, по вашему мнению, все-таки результатом этого будет утечка мозгов в другие страны, можно так назвать, или будет повышаться уровень безработицы в Украине? Вот к чему вы склоняетесь больше? Вы знаете, здесь, наверное, нельзя все как бы вот под одну гребенку, как говорится, это уже зависит от личности, от волевых усилий, от конкретных реальных возможностей, от той ситуации, в которой находится человек, мама больная, привязанная, не может ее оставить, да, этот молодой ученый, или он свободен, он может подняться, поехать, его зовут. Вот, поэтому это все всегда индивидуально. Но в целом, конечно, люди талантливые, люди востребованные, люди, которые хотят заниматься наукой. Вы знаете, вот, когда я начинал, я тоже ученый, я исследователь, я кандидат технических наук, я занимался физикой, физикой быстро потекающих процессов. Вот, в последнее время я занимаюсь исследованиями в области образования, инноваций в образовании. Так вот, был такой ученый Арцемович, который говорил, что наука, вот такое определение науки, это есть удовлетворение собственного любопытства за счет государства. То есть, ты любопытный человек, ты можешь исследовать, ты можешь это делать, тебе государство выделяет деньги, на, пожалуйста, удовлетворяй свое любопытство. Но удовлетворяя свое любопытство, ты делаешь открытие, которое потом кормят сотни, тысячи, миллионы людей, да, дают работу, то есть, они продвигают развитие и страны, и человечества. Поэтому любопытство, как натура, как часть натуры, было и будет всегда. И, понятно, будут рождаться люди, и всегда это какой-то стабильный процент, говорят, 5-7%, ну, примерно, наверное, тех, которые идут в научные исследования. Они были, они будут. И если нет условий, нет возможности, это копиться Пётр Леонидович, когда был такой момент в жизни, когда он был в опале, и ему не давали возможности заниматься наукой, то он просто в себя в ванной вот наливал воды и стал заниматься гидродинамикой. Хотя никогда этим раньше не занимался и сделал там, в общем, неплохие открытия. Вот ученый не может без этого. Но с наукой в ванне долго не проживешь. Поэтому, конечно, будет утечка, она уже есть. Конечно, люди уезжают, их зовут, их просят, айтишники наши спросом во всем мире пользуются. И, конечно, будут оставаться те, которые по разным причинам не смогут уехать. А это есть безработница. Поэтому и то, и то, что будет преобладать, и то, и то плохо для государства, и то, и то печально. Я соглашусь с вами, что ученые – это призвание. Это не должность, это призвание, это способ жизни вот такой. И на сегодняшний день востребована ли база научных деятелей в Украине? Что в университете, в университетах Украины на сегодняшний день выпускают хороших ученых? Ну, хороший вопрос. Понятно, что уровень подготовки тоже падает в зависимые процессы, поскольку уезжают там ведущие профессора, например, уровень преподавания ниже. Нет базы лабораторной, исследовательской, то есть это нужно обновлять, а нет денег, чтобы это покупать. Это тоже, так сказать, снижает. Поэтому в целом, это все отмечают, уровень подготовки специалистов, он становится ниже и ниже. Это процессы не связаны, это вот как бы одно единое целое. И в этом смысле, наверное, количество талантливых ученых, молодых становится меньше. Вот как бы можно так считать. Многие из них, как мы только что говорили, уезжают. Спрос на них, кому нужен сейчас ученый, если государство вот так относится. Конечно, всех талантливых собрать в один институт, судя по европейским меркам, только один институт может профинансировать государство, то мест на всех не хватит. Человек может себя реализовать в другой сфере, то есть люди будут жить и будут искать проявление себя. Но, повторюсь, что будет государством. Еще раз, и это опять же факт, это истина. Сегодня, в 21 веке, те государства, у которых нет развития науки, обречены. Даже если бы не было у нас социальных проблем, на востоке Украины, политических проблем, а просто было бы, так сказать, вот такое отношение к науке, значит, все, государство не жизнеспособно. Это печально. Поэтому что нужно делать? Нужно что-то менять с этим государством. Нужно менять систему власти, нужно менять что-то, отношение людей к тому, что происходит. Поскольку сейчас какие настроения у людей? Здесь плохо? Уезжаем. Дайте нам безвизовую мечта европейского, то есть украинского человека уехать. Сергей, ну вы как кандидат наук, что бы вы хотели пожелать тем кандидатам наук, сотрудникам, научным деятелям, которые не способны реализовать себя в нашей стране по какой-то возможности, по каким-то причинам? Потому что увольняют, потому что сокращают заработные платы, не способны обеспечить свою семью. Все-таки оставаться у нас в стране и жить за копейки, будем говорить правду, или все-таки реализовать себя в другой стране? Хороший вопрос. Да. Ну на него, наверное, ответить намного сложнее. Нельзя давать такие советы. Это опять же каждый делает выбор. Мы можем только помечтать, мы можем пожелать, мы можем хотеть, чтобы были условия, чтобы люди оставались, не уезжали. Но это судьбы людские, да? По большому счету, это судьба мировой науки. Ведь мировая наука, она всегда была и будет. И ученые, да, ездили на стажировки, работали в разных странах, интернациональные отношения. Это все стимулирует развитие науки. Но они возвращались, поскольку здесь была возможность, и они поднимали свою страну, как правило. Поэтому, что пожелать? Пожелать оставаться людьми. Поскольку человек, это как бы проверка. Наверное, вот так Господь почему-то за что-то, да, вот нам сейчас устроил такую проверку. Как мы можем преодолеть этот кризис, эту ситуацию? Останемся мы людьми? Останемся ли мы людьми честными и порядочными? Сможем ли мы удержать свою профессию, свою любовь, вот свой талант? Кто-то уедет и там себя реализует. Кто-то здесь будет пробиваться. Такие тоже есть примеры. Может, нужно как-то объединяться, поскольку поодиночке тяжело. Нужно искать понятные ресурсы, возможности. Это процесс. Это жизнь. А никто не говорил, что она будет легкой. Поэтому только оставаться людьми, только стараться сохранить свой талант, потому что, знаете, вот я повторюсь уже, эту, так сказать, не говорил мысль, это не моя мысль, это Гузик Николай Петрович. Я от него услышал, Бог дает каждому талант, в том числе и талант исследователя, ученого. И Бог дает каждому энергию и силу для реализации, но этого таланта. Не вообще любого, а именно этого. И потому очень важно в жизни заниматься тем, к чему у тебя талант. Тогда и тебе силы для этого есть, и ты чего-то достигнешь. И в этом смысл. Времена не выбирают. В них живут. Будем надеяться, что наука будет в приоритете. Поэтому у каждого свой выбор, каждому удачи. Удачи этой стране. Ну, уже каждый. Делай, что должно, и будь, что будет. Вот такая есть мудрость, такая истина. Но давайте делать каждый, что он должен делать. Сергей, спасибо вам большое за интересную беседу. Будем надеяться, что все-таки наука будет в приоритете нашей власти, в руководство нашей власти. И все-таки будет и финансирование, и возможность развиваться. Я как бы восторгаюсь вашим оптимизмом. Спасибо вам большое за интересную беседу. До новых встреч. До свидания. Спасибо. До свидания.